Добро пожаловать на Мировое Влияние. Сегодня мы находимся в городе Иерусалиме и будем говорить о том, что никогда не поздно что-либо изменить. Иисус доказал это, победив смерть и на третий день воскрес. Добро пожаловать на Мировое Влияние и в Израиль. Я нахожусь в городе Иерусалиме, в одном из моих любимых мест этого города — садовая гробница. Здесь царит прекрасная атмосфера, и мы пришли сюда, чтобы напомнить вам, что Иисус воскрес из мертвых. Он есть жизнь. Недавно мы отпраздновали Пасху, и я хочу вас еще раз поздравить и сказать вам, что Иисус способен воскресить и восстановить то, что, кажется, уже давно умерло и даже недостойно внимания. Тема сегодняшнего выпуска называется «Так. Никогда ничего не поздно». Мы поговорим с вами о Лазаре, друге Иисуса, который целых четыре дня пролежал в гробнице. Но, несмотря на это, Иисус воскресил его из мертвых, таким образом доказав, что он есть жизнь. Он есть восстановление и надежда. Я верю, что Бог коснется вашего сердца сегодня. В этом месте присутствует сильнейшее помазание, и я верю, что благодаря нашему служению оно распространяется и на вас. Где бы вы сейчас не смотрели нашу передачу, позвоните нам по номеру, который указан на экране, и задайте нам ваши вопросы, либо оставьте молитвенную нужду. Вы также можете сделать все это, посетив наш сайт. Каждую неделю к нам поступает множество звонков, и люди рассказывают удивительные истории о том, как Бог действует в их жизни. Заходите на сайт, который указан на экране. Садовая гробница является для меня местом прекрасных воспоминаний. Несколько лет назад я приехал сюда с моим отцом. Это был его 75-й день рождения. Он посвятил всю свою жизнь служению, проповедовав Евангелие, но ни разу не был в Израиле. И как только он зашел в эту гробницу, которая находится позади меня, его накрыло сильнейшее помазание. Дух Святой крепко его обнял и принес умиротворение. Спустя несколько лет я приехал сюда с моим сыном, который был очень болен. Мы причастились с ним недалеко от этого места. Я провел прекрасное время наедине с моим сыном. Прошу меня извинить за то, что я поддаюсь эмоциям. Просто это место является для меня особенным. Мы часто были здесь с моей семьей и переживали уникальное Божие присутствие. Сегодня мы будем говорить о воскрешении Иисуса, а также Лазаре. Я верю, что Дух Святой коснется вас прямо сейчас, где бы вы ни были. Сила, которая воскресила Иисуса из мертвых 2000 лет назад, способна повлиять на вашу жизнь и принести перемены и восстановление. Не переключайтесь, вас ждет много интересных посланий, а также история студента нашего университета о том, как Бог восстановил его жизнь. Ну а после небольшой паузы мы продолжим говорить о воскрешении Иисуса и воскрешении Лазаря. Оставайтесь со мною, я вернусь через минуту. В 30-х годах его компания переживала тяжелые времена. Имея долг размером в 4 миллиона долларов, он лишился права собственности своего самого большого проекта. У него едва хватило денег на небольшой проект под названием «Белоснежка и семь гномов». В 1938 году этот проект увидел мир и тут же стал очень популярным. Благодаря ему Уолл Дисней смог открыть свою студию в Калифорнии, и по сей день она выпускает прекрасные мультфильмы, которые нам всем очень полюбились. Уолл Дисней однажды сказал, «Иногда вы не понимаете, почему с вами происходят те или иные вещи, но именно они часто приводят нас к грандиозному прорыву». После Американской революции население Соединенных Штатов переживало культурную деградацию, более 300 тысяч жителей были алкоголиками. Женщины боялись выходить на улицу по вечерам, и кража имущества являлась обычным делом. Это были темные времена, и Джон Маршалл написал, «Люди зашли слишком далеко в грех, веру уже не возродить». Но он был неправ. Бог соединяет верующих людей и ведет их в правильное место. Дух Святой коснулся сердец многих людей, они начали молиться, и в Америке произошло второе пробуждение верующих людей. Когда Иисус висел на кресте и спустив дух, Он сказал, «Свершилось». Все люди, которые находились тогда на горе Голгофа, подумали, что это был конец, и ничего уже не вернуть. Даже Его ученики не могли понять, что же произошло с их Спасителем. Но на третий день, в прекрасное воскресное утро, женщины подошли к Его гробнице и обнаружили, что Его там нет. Он воскрес. Таким образом, Иисус показал, что никогда не поздно что-то поменять или вернуть. Никогда ничего не поздно. Я попросил нескольких студентов Университета Орла Робертса инсценировать историю, про которую я сейчас буду говорить. Это было сделано в современном стиле, и мне очень это понравилось. Никогда ничего не поздно, если Иисус принимает в этом участие. Я думаю, что наш ответ, безусловно, да. Мы верим, что Иисус есть в воскресении, жизнь. Мы действительно верим, потому что гроб, в котором находился Иисус, пустой. Мы находимся в садовой гробнице и будем говорить о том, что никогда не поздно что-то изменить. Хочу обратиться к истории про Лазаря и взять ее как пример. Никогда ничего не поздно. Даже если вам кажется, что Бог про вас забыл, поверьте, он работает сейчас над вашей проблемой. Просто вы увидите результат немного позднее. Слово «Лазарь» означает «Бог помогает». И мы с вами видим, как Бог помог Лазарю в 11 главе Евангелия от Иоанн. Эта глава является самой примечательной во всем Евангелии. В ней четко показано то, как отношение людей к Иисусу меняется после воскресения Лазаря. Они принимают решение распять его. Это является самым важным местом писания во всей Библии. Это событие полностью изменило мир и духовные законы. В Писании говорится, что Лазарь был братом Марии и Марты. Марта постоянно работала, а Мария сидела у ног Иисуса и слушала его проповеди. Они были очень дружны с Иисусом. В Библии даже говорится, что Иисус любил Лазаря. И дальше мы с вами видим, что Лазарь сильно заболел, и болезнь была смертельной. Он, наверное, побывал у самых прогрессивных врачей этого города, но ситуация только ухудшилась. Мария с Мартой написали Иисусу и попросили его прийти и помолиться за Лазаря, чтобы он поправился. Иисус ответил на их письмо очень странным образом, а точнее, он не ответил совсем. Мария и Марта были очень удивлены, что Иисус ничего не ответил. Когда он наконец приехал к ним, ему сказали, что он на четыре дня опоздал. Но Иисус никогда не опаздывает. Если он принимает в чем-то участие, значит, оно обречено на успех. И сегодня я хочу поговорить о том, что происходит в нашей жизни, когда нам кажется, что Бог опоздал. Мы иногда плачем, просим Его, молимся, но Он, как нам кажется, не приходит тогда, когда это нужно. Что же нам делать в такой ситуации? Во-первых, нам нужно научиться доверять Богу и Его срокам. Он все распланировал и держит под контролем. Например, вам что-то пообещали и сказали, что это будет готово через неделю. Вы же будете ждать этого времени, верно? Часто люди терпят поражение, когда пытаются все ускорить. Помните Авраама? Он был очень нетерпелив. Бог пообещал ему, что у него родится сын. Вместо того, чтобы ждать, он взял служанку Сары, и у них родился сын Измаил. Даже сегодня мы можем наблюдать множество политических конфликтов между потомками Измаила и Исаака, обещанного сына. Это все из-за того, что Авраам был нетерпелив и решил не дожидаться исполнения Божьего обета. Еще одним примером является Саул, молодой царь. Саул собирался на войну и очень переживал по этому поводу. Его народ тоже беспокоился. Самуил был уже в пути, он должен был приехать и совершить жертвоприношение для того, чтобы обеспечить Божью помощь в бою. Но Саул никак не мог дождаться Самуила, и сам вознес жертву. Как только он закончил жертвоприношение, пришел Самуил. Саул был очень нетерпелив и не доверял Богу. Он не исполнил его указания, и все произошло не по Божьему плану. Самуил сказал ему, Бог ищет нового царя, человека, по своему сердцу. Саул лишился власти из-за того, что был нетерпелив и не доверял Божьим срокам. Нам нужно научиться терпению. Несколько дней назад, в свое свободное время, я читал послание к Колосиным. Меня очень коснулось то, что Дух Святой дает нам терпение для того, чтобы мы доверяли Божьим срокам. В первой главе послания к Колосиным говорится, «Укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Внутри каждого из нас есть могущественная сила Божия, которая помогает нам быть терпеливыми и стойкими. Нужно учиться доверять Божьим срокам. Когда Иисус узнал о болезни Лазаря, Он сказал такие слова. «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». У Бога были свои планы насчет Лазаря. Он хотел совершить чудо, воскресив Лазаря, но на все свое время. Марии и Марте нужно было довериться Божьим срокам. Я не знаю, как и вам, но мне иногда бывает очень сложно довериться Божьим срокам. Мне кажется, что я сам прекрасно знаю, когда мне нужна та или иная вещь и каким образом. Но бывает такое, что Бог не отвечает на молитвы тогда, когда, как мне кажется, это нужно. Имея годы опыта в служении, вот уже более 35 лет, я могу вам с уверенностью сказать, что Он никогда не опаздывает. Он всегда приходит именно тогда, когда это нужно. Вы можете спокойно довериться Ему. Он знает все наперед и всегда вовремя дает ответы на молитвы, даже если вам кажется, что уже поздно. Подождите немного, и вы увидите, что тогда было просто неподходящее время, а сейчас самое время. Через несколько минут мы продолжим это учение, а я хочу напомнить, что мы находимся в городе Иерусалиме, в садовой гробнице. Возможно, кому-то из вас сегодня кажется, что вы упустили свой шанс, и уже не сможете ничего изменить. Я хочу ободрить вас и сказать, что Бог никогда не опаздывает. И Он доказал это Своим воскресением. Пожалуйста, оставайтесь с нами, я вернусь через минуту, и мы продолжим говорить о Лазаре и чудесах Божиих, которые всегда происходят вовремя. Сегодня мы находимся в городе Иерусалиме, в одном из моих любимых мест этого города, садовой гробницы. В этом месте был похоронен Иисус Христос. Я не уверен, что это именно тот гроб, в котором Он лежал, но вполне возможно, что это так. Каждый раз, когда я сюда прихожу, я вспоминаю о силе воскресения и о том, что Иисус жив. И это прочно запечатлелось в моем сердце. Он жив, а в нем живы и мы с вами. В первой части мы говорили о Лазаре и посмотрели прекрасный фильм, снятый студентами нашего университета. Такие фильмы пробуждают в нас веру и напоминают нам, что никогда ничего не поздно. Мария и Марта считали, что Лазаре уже не вернутся. Также они думали об Иисусе, но он доказал, что ничего никогда не поздно и воскрес на третий день. Хочу вас ободрить сегодня. Бывают такие ситуации, когда нам кажется, что Бог опоздал. Что же нам делать тогда? Как я уже говорил в первой части, нам нужно доверять Его срокам. Второй пункт, которым я хотел бы с вами поделиться, это доверять Его сердцу. Прочитаем Евангелие от Иоанна 11 главу. Иисус любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его. Есть слова, которые постоянно повторяются в 11 главе. Это слова «Иисус любил Лазаря». Разумеется, это звучит странно. Почему же тогда Иисус целых два дня ждал и не отвечал на письмо о его болезни, если он любил Лазаря? Он настолько любил Марию, Марфу, Лазаря, что решил отложить свой ответ, чтобы они смогли пережить славу Божию в полной мере. Когда Иисус, наконец, приехал спустя четыре дня, сначала он увидел Марфу, потом Марию, и сказал им, что он есть воскресение и жизнь. Все жители деревни понимали, что уже слишком поздно, и воскресить Лазаря уже невозможно, поскольку он был мертв уже четыре дня. Они так считали, потому что знали, что когда человек умирает, определенные процессы происходят с его телом. Ригер Мортис говорил, что без воздуха молочная кислота превращает мышцы в тугую веревку. Также он писал, что спустя два часа после смерти кровь стекает с конечностей, тело приобретает пурпурный цвет и происходит застой жидкости в конечностях. Также наше тело высыхает, высыхают все мембраны и глазные яблоки, которые потом становятся черного цвета. Наше тело начинает приспосабливаться к окружающей среде, и температура опускается до температуры Земли. Потом оно разлагается, все органы начинают гнить и образуется жуткий запах. Спустя четыре дня все эти процессы произошли с телом Лазаря. Оно начало жутко вонять. Когда Иисус подошел к гробнице и попросил откинуть крышку, все сказали, «Иисус, он же жутко воняет». Они имели в виду, что уже совсем поздно тело начало разлагаться. Когда Иисуса распяли, на третий день женщины пошли к гробнице, чтобы принести благовоние, поскольку тело начало приобретать ужасный запах, и этот запах начал бы распространяться по всей деревне. Разумеется, они увидели, что гроб был пуст, но когда Иисус прибыл к Лазарю, тот все еще лежал в гробнице, и когда они откинули крышку, запах мертвого тела распространился по деревне. Все понимали, что уже слишком поздно с физической точки зрения, но не только с этой. Евреи считали, что с духовной точки зрения воскрешение уже невозможно. Равинские учения гласят, что душа летает над телом в течение трех дней и потом уже не может вернуться в тело. Все жители той деревни хорошо знали эти учения. Тело Лазаря уже разлагается, а душа давно покинула землю. Иисус знал это, потому он и прибыл именно на четвертый день. Иисус очень любил Марию, Марфу и Лазаре, поэтому он дождался четвертого дня, чтобы показать им, что для него нет ничего невозможного. Что ж, мы должны доверять Божьим срокам, также учиться доверять Его сердцу, и третий пункт, это доверять Его могуществу. Есть только один голос во всем мире, который способен заставить человека встать из мертвых. Когда они откинули крышку гроба, и запах смерти проник в деревню, Иисус со слезами на глазах прокричал, «Лазарь, выходи!» И потом произошло что-то просто невероятное и нереальное. «Тело Лазаря уже разлагалось, и его душа покинула землю. Но он воскрес, поскольку могуществу Божьего Слова нет границ». Иисус сказал, «Я есть воскресение и жизнь». И Божьего могущества было достаточно, чтобы воскресить человека, который был мертв уже четыре дня. И эти слова о том, что Иисус есть воскресение и жизнь, ничего бы не стоили, если бы Он не доказал это тем, что сделал на кресте. Я хочу ободрить вас сегодня. Если вам кажется, что уже слишком поздно и ваша ситуация уже воняет, возможно, вы думаете, что Бог уже никак не сможет помочь. Вспомните о Лазаре и о том, что Иисус действительно есть воскресение и жизнь. Никогда ничего не поздно. Иисус способен принести воскресение и восстановление вашу жизнь. Представьте себе, что Лазарь чувствовал, когда умирал. Он думал, что Иисус совсем забыл о нем и не любит его. Как же он мог не помочь ему в такой тяжелый момент? Когда он делал свой последний вздох, он считал, что Бога совсем не интересует то, как он себя чувствует. Но четыре дня спустя он проснулся, лежа в гробнице, и услышал голос Иисуса, который звал его. Иисус принес восстановление в эту ситуацию. Давайте посмотрим послание к римлянам, 8 главу, 11 стих. «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас». Иисус вернул Лазаря к жизни, когда все думали, что уже слишком поздно. Возможно, вы сейчас находитесь в похожей ситуации, и вам кажется, что уже слишком поздно что-то предпринимать, и вас ждет совсем горький конец. Выражение «горький конец» является морским термином. Его использовали в течение многих лет в прибрежных городах. Он описывал то место, где металлический фиксатор, который держал цепь якоря, был прикреплен к палубе. Когда спускали якорь, он уходил настолько глубоко под воду, пока не зацепится за что-то, и вот этот второй конец цепи, на которой держался якорь, называли «горьким концом». Иными словами, якорь уходил настолько далеко, насколько это было возможно. Если вы в своей жизни зашли настолько далеко, насколько это было возможно, и испробовали все возможные варианты, еще нет горького конца. Я думаю, что Мария и Марфа чувствовали себя так же, они все перепробовали, но их брат был мертв, его тело разлагалось, душа покинула землю. Иисус прибыл и принес воскресение и жизнь. Если вам кажется, что в вашей жизни настал тот горький конец и уже поздно что-то менять, это не так. Иисус готов вам помочь. Прямо сейчас Он уже в пути. Доверьтесь Его срокам и могуществу. Он способен сделать то, что не по силам ни одному человеку. Он есть воскресение и жизнь. И Он обязательно воскресит вашу жизнь. Если Иисус свернул Лазаря к жизни, Он точно может принести восстановление и в вашу ситуацию. Если у вас есть молитвенная нужда, позвоните нам по номеру, который указан на экране или зайдите на наш веб-сайт. Мы обязательно за вас помолимся. Повторюсь, если вам кажется, что уже слишком поздно что-то менять, это не так. Самое главное воскресение в мире произошло прямо позади меня. Возможно, даже именно в этой гробнице. Весь мир считал, что Иисуса больше нет, но Иисус сказал «нет», «я еще не закончил». Он есть воскресение и жизнь. Я верю, что Бог коснулся вас сегодня. Я испытываю огромную радость, находясь в моем самом любимом месте в мире, садовой гробнице. Я хочу, чтобы вы сейчас поразмышляли над этими словами. Иисус жив, Он воскрес из мертвых. Ни смерть, ни грех, ни ад, никакой демон не может его остановить. И они не смогут помешать Ему сделать то, что Он запланировал в ваших жизнях, если вы будете взывать к Нему. Мы вам поможем обратиться к Богу с просьбой. Просто позвоните нам или зайдите на наш веб-сайт. Я надеюсь, что вы имеете надежду на то, что скоро все изменится, зная, что Иисус есть воскресение и жизнь. Если вы недавно потеряли кого-то из близких вам людей, я молюсь, чтобы Бог утешил вас. Помните, что у него все под контролем. Случай с Лазарем может быть примером для вашей жизни. Спасибо, что смотрели нас. Меня зовут Билли Уилсон и это программа «Мировое влияние». Мы еще раз поздравляем вас с Пасхой. Будьте благословлены. До скорых встреч. Вы смотрели «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом всемирно известного христианского университета Орела Робертса. Звоните и пишите нам. Наделение властью — это принятие власти и силы. В университете Орела Робертса мы будем обучать поколения наполненных духом лидеров. Форбс назвал УОР одним из наилучших американских колледжей. По словам Принстон-ревью, он лучше на Западе. Дейли Бист называет УОР одним из пяти самых здоровых университетов. И Трэвел Ченнел назвал территорию Ору потрясающим. Мы готовим здоровых лидеров для здорового мира. В этом наше и ваше предназначение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Получить образование стало намного проще. Признанное во всем мире высшее образование это ключ к успеху в наполненном информации мире. Теперь в любой точке мира вы можете получить доступ к ресурсам, курсам и учителям наивысшего уровня с возможностью формирования собственного расписания и доступом к ресурсам в любом месте. Онлайн-курсы это максимальная гибкость. Расширьте свои возможности и кругозор благодаря университету УОР. Запишитесь на онлайн-курсы.